Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Данное видео будет посвящено изучению одного из самых важных фундаментальных событий, которое всегда оказывает значительное влияние на финансовые рынки. Это решение Центрального банка по размеру ключевой процентной ставки. Итак, несколько раз в год представители Центрального банка собираются и принимают решение о том, какой она будет. Стоит ли изменить ставку или оставить ее прежней? С помощью данного инструмента ЦБ имеет возможность регулировать большинство экономических процессов в стране. Также ставка ЦБ показывает, под какой процент коммерческие банки могут брать в долг средства у регулятора, что в свою очередь влияет на ставки кредитования для физических и юридических лиц. Помимо этого, через учетную ставку ЦБ влияет на уровень инфляции в стране, а также деловую активность и, конечно же, курс национальной валюты. При уменьшении процентных ставок повышается деловая активность и увеличивается инфляция. Повышение процентных ставок приводит к снижению деловой активности, снижению инфляции и удорожанию национальной валюты. На дневном графике пары доллар-рубль можем видеть, как в декабре 2014 года после решения ЦБ России об увеличении процентной ставки произошел рост национальной валюты, то есть рубля. Основная закономерность, которую можно использовать в торговле, заключается в использовании разницы между процентными ставками различных стран. Если, предположим, ставка в США выше, чем ставка в Японии, то японская иена при прочих равных условиях будет более уязвимой, чем доллар США, потому что размещение свободных денежных средств на депозитах в США более выгодно, чем в Японии, что повышает спрос на американскую валюту. Нужно отметить, что чаще всего изменения ставки происходят весьма незначительные, всего лишь на несколько десятых процентов, но влияние на рынки это оказывает весьма значительное. Помимо этого, предстоящие изменения крупными участниками рынка предполагаются заранее, поэтому планируемые изменения начинают заранее закладываться в цену валютной пары. Тем не менее, даже если фактическое значение совпадает с прогнозным, очень часто после публикации этих данных происходят сильные ценовые движения. Что является отличной возможностью для заработка. От величины и разницы в процентных ставках зависит и такой важный показатель, как своп-пункты. Со значениями своп-пунктов можно ознакомиться на сайте компании Amarkets в разделе «Трейдинг» – «Условия торговли» и далее выбрать соответствующий пункт. Своп возникает при переносе открытой позиции на следующий день, однако на специальных счетах с опцией «Своп-фри» можно избежать списания своп-пунктов. Подводя итог данному видео, стоит еще раз отметить высокое влияние решения ЦБ о процентных ставках на движение курсов валют. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!